ну ребята еще одно интервью достаточно опять же нестандартный проект на этой конференции на мой взгляд насколько я понимаю связан с дополненной реальностью меня зовут константин это игра обзоров канал от сергеев очень приятно расскажите поподробнее что представляет из игры я понял что дополненная реальность а поподробнее что какие нюансы вообще это наша цель идея была создать такую геймификацию реального мира используя технологии дополненной реальности и геопозиции google maps мы делаем так что игрок может играться в реальном мире то есть на карте google он может покупать себе гексагоны вот они сохраняются в блокчейне вот потом на территории он может строить различные даты здания например сейчас в первом геймлупе они могут строить майнинговые фермы это собственно майнинговые фермы как раз вид майнинговой фермы я понял вас а расскажите есть такие игры знаете наверняка pokemon go была еще одна игра у нас с порталами не помню как она называется давно играть ингресс да точно а это как раз микс у нас получается что люди вот как начать вообще игру ты когда я запускаешь видишь перед собой карту и ты можешь собирать это как pokemon go кристаллы то есть ходишь тоже по городу ищешь его где-то если видишь близко к тебе кристалл нажимаешь кнопочку и ты уже видишь перед тобой летает кристалл ты через камеру телефона должно поймать и потом за каждый такой пойман и кристалл ты можешь купить себе уже территорию там у нас уже многие игроки больше интересуются покупкой гексагонов даже чем строить здание потому что уже купили таймсквер весь центр киева там центр москвы себе да почему потому что ты когда покупаешь гексагон ты можешь потом на него установить свой прайс игрок может его другой купить а это как акцион получается это как трейдинг даже внутри игры этими гексагонами то есть они сохраняются в блокчейне то есть это может мы храним состояние игрового мира потому что все координаты реально сохраняются вот именно вообще никак они есть а мне интересно здесь как покемоны тех же порталах здесь сохраняется вопрос коллективизма то есть там можно было собираться в какие-то большие то есть ну типа гильдии какие-то кланы и контролировать территории да у нас есть представители нашего плана у нас уже много фанов есть недавно были в кёле на геймс коме туда приезжали фаны наши с амстердама с германии там стали с разных стран да вот они уже отдельные группы в телеграме создают и делают свои кланы потому что некоторые объекты у нас некоторые фермы очень дорогие и они доступны для покупки только в планах а то есть только иное количество людей то есть не один может купить я понял некоторые объекты которые там как банки или и так далее или которые требуют участия нескольких людей ну или как в реальной жизни то есть требует участия многих людей такой вопрос у меня был вопрос по списку почему вы считаете что ваш проект или насколько я понимаю он уже ну более-менее выстреливает и набирает аудиторию очень даже неплохо а тогда мне интересно когда начали даже вот с первого mvp когда мы выпустили на рынок и там можно было только только ловить кристаллы люди как покемон гоу ездили на велосипедах у нас есть видео как люди прислали они на машинах ездили ловили там некоторые даже там кристаллы мы потом это конечно изменили иногда мог кристалл появится возле чужого дома и это тоже как-то не всем нравится или когда человек ловит вот так вот кристаллы получается как будто бы он заглядывает кому-то в окна да и все эти вещи тоже мы обработали я понял а какие дальнейшие планы развития то есть база у вас уже есть можно уже отстраиваться как-то это уже конечно продукт или это еще мы его еще строим мы вот совместно с компанией вартримсов в париже там где строится акселераты мы проводили воркшоп разрабатывали геймдизайн почему делали так мы делаем многоступенчатую разработку мы сначала делаем один геймлуп вот выливаем в сторы люди могут уже играться больше функционала инвесторы видят продвижение к продвижению то что деньги работают что мы строим развиваем этот проект вот потом мы опять проходит скажем месяц да и мы выливаем новый апдейт так мы степ-бай-степ делаем и это очень просто но планируется ли мы фидбэк сразу видимо потому что в некоторые это эта игра эта часть построена самим даже комьюнити потому что мы вот допустим некоторые объекты мы устраиваем голосование и они сами называют внутри объектов вот эти вот я помню эти это тоже нравится они чувствуют вовлеченность это то что классно криптовалютном мире то что в отличие от больших корпораций которые зарабатывают здесь по плечу разработку может быть любой человек просто даже интересен проект на этапе идеи я пойму вас а такой вопрос у вас встречаются читеры но я помню просто когда я играл покемон голода частенько там были люди которые сидели у себя дома а ну с учетом того что у вас здесь и идут в оборот более-менее уфинг многие сейчас пытаются там на 3-4 телефона устанавливать игру почему потому что сейчас на раннем этапе все-таки это больше даже игра для таких крипто игроков и сейчас скажем выгоднее играть и они конечно пытаются всеми способами как умеют а вот например последнее что мы запретили делать это строго 1 игра один аккаунт привязан к девайсу то есть даже не можешь несколько версий игры на день телефон просто мы делали даже так и ну как бы трейдили там не совсем так и обращивали что мы для того чтобы не было вот таких вот китов даже в игре вот прям очень богатых игроков которые могут огромные территории скупать что все сразу ломанулись покупать центровые места в мире вот мы сделали ограничение что там в день можно купить только 15 гигзагона вообще мир мы на 11 триллионов поделили весь сильно а мне интересно хорошо до 4 это понятно в принципе вот а у нас есть моделька качестве большая мы ее развиваем то есть потому что с четыре мини всегда они всегда находится килозейки ну да да иногда мы это отслеживаем вплоть до того что там видим что с какой периодичностью они сделают сбор этих кристаллов там да или как они с ферм это собирают мы по секундам это срежем знаем что это нереально например за одну секунду собрать с десяти ферм ресурсы там еще что-то есть проверка постоянно анализируйте а через это мобильная платформа то есть распространение а какой формат распространения это ftp но free-to-play то есть то есть человеку чтобы зайти зарегистрироваться он что-то ничего не должен платить а даже купить чтобы один гекс достаточно просто сейчас зайти в игру ставить один кристалл а вот этот токен он сейчас стоит 16 центов и фактически это за него можешь уже сразу 2 гексагон построить и нашей игре вообще делится на в игре есть 22 типа игроков они называются мейкеры другие крипто лорда вот если видите у нас кепка да 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 вижу да да крипто лорды это как раз те которые крупные игроки которые обладают такими территориями и строят на них фермы как только ты купил гексагон ты уже крипто лорд если ты мейкер то ты можешь просто играть на земле в крипто лорд строить мы устроим друг другие типы зданий там не фермы например а там учислительный центр там другие здания у нас игра не построена только на ферме вот огонь и было это это первый гейм лук комью комьюнити поскольку она крипто им сейчас больше интересно вот именно с такими объектами я понял астрой гейм лук это уже у нас идет интернет-вышки электростанции и так далее потому что майнинговая ферма не может работать без электричества интернет надо логично дают мы поэтапно уходим получается что это какая-то ну не просто собирательство а это полноценная стратегия то есть экономической реальности то есть допустим я чтобы построить чтобы зарабатывать здесь начать не да не только фирму но еще и насчет электростанции подумать и правильно понимаю интересно а как и подумайте сначала вместе то есть купить сейчас в центре минска себе гексагон и пока еще есть возможность чтобы было где строить чтобы где было где строить я пойму очень интересный проект у вас я как понимаю есть сайт где мы мы можем взять материалы какими для нашего может быть обзора . а все я понял значит найдем вас обязательно но очень интересно мой взгляд продукт я вообще люблю продукты в дополненной реальности но честно меня просто почему не брал а здесь и сериальные деньги может зарабатывать ребят я бы задумался откровенно говоря сергей огромное спасибо за это интервью было очень интересно послушать вот но мы ребят продолжаем дальше поехали